ничего ошибка карты памяти номер два а самый нелюбимый у нас который меньше всех просто нравится даже не знаю мне кажется не знаю как тяжело это пока скажи и подумаю надеемся что это видео было для вас полезно всем привет я даша я лена и это канал просто парфюме где мы рассказываем про нишу парфюмерию и делимся своими впечатлениями если вы еще не подписаны на наш канал то обязательно подписывайтесь оставляйте комментарии ставьте лайки нам будет очень приятно ну что сегодня у нас очень благожданная тема обзор бренда байра да да очень узнаваемые флаконы мне кажется вы точно видели где-то да это одна из самых популярных фирмы и у нас собраны самые популярные ароматы этого бренда в общем лучшее из огромной коллекции байреда сам бренд пришел к нам из швеции и насколько я знаю первый аромат вышел 2008 году ну и сейчас они как-то зачастили новинками у меня сейчас все фирмы зачастили новинками уже не успеваешь гнаться за ними да ну что классные шведский минималистичный бренд дизайн минималистичных да очень красивые флаконы мне нравится что магнитная крылья да очень удобно начнем давай с меня да я вообще естественно не знаю как оставлено но фортуна да кому что попадется первый аромат от байреда сандейст может быть кстати не самый популярный и очевидный он такой что называется если вы ищете что-то близко к цитрусовому ну он цитрусово сладкий со сладко сахарной ватой и вот эти вот горько-сладкие цитрусы плюс сахарная вата и дает что такое воспоминание с детства почему-то не знаю да в составе мандарин не роли и сама вот эта сахарная вата наверно он такой необычный не стиль необычный обычно те кто любит цитрусу они не любят такие сладкие ароматы сладковатых цветочек вас поспокойнее любят цена больше на мандарин со сахарной ваты но я прям не роли чувствую каждый свое чувство следующий аромат что мне попадется бланш кстати ходят в топ популярных ароматов от байреда здесь как обычно мы говорим это запах стирального порошка это чистота я его даже назвала таким альдегидным прям химический аромат но он такая чистота элегантная еще бывают и посильнее ароматы которые прям сильно-сильно прыжком но здесь такая поэлегант мне кажется он один из самых первых порошковых таких прям ароматов популярного уже все остальные похожи что колесо фортуны это аккорд у с моей стороны такие менее звучащие менее на слуху ароматы здесь ежевика от кожа он такой больше миром мужскую все-таки сторону мне кажется за счет фруктов мне кажется женщинам тоже но больше берут мужчины вообще аромат интересный это же он сильно отличается популярного байреда такой же для верно знакомых этого бренда да кто хочет познакомиться уже с такими ароматами которые более необычные те кто любит уд да так у меня следующий инфорессенс здесь для любителей таких бело цветочных ароматов с ландышом ландыш да самая главная нота ландыш и еще фрезия и магнолия такой я бы даже назвала больше такой цветочный зеленый вы не знаю для меня он такой аромат весны он тоже как будто бы немножко чистотой за счет того что цветочный так что если вам нравится цветочный аромат обычно он заходит на сто процентов кому нравится ландыш это редко что ландыш какой-то тоже немножко чисто чистоты и зелени ну да следующий ой случайно случайным образом ко мне в руки попал джипси water цыганская вода мой любимый аромат наверное из линейки байреда здесь можжевельник сандал и ваниль шикарный состав такой древесно ванильные сладковатый немножко поначалу даже перец чувствуется да в общем если вы не слышите этот аромат в парфюмерных магазинах несите на кожу и походите потому что так его очень сложно понять от блотера очень тяжело а в шлейфе он очень очень сильный так что хит следующий аромат это супер цедр супер кедр для меня это аромат такой кедровых орешек для меня он очень нежный такой не знаю тут у кедровых орешков есть какая-то немножко такая мыльная нота мне кажется не знаю может быть ассоциации какие-то но он тоже необычный он необычный но при этом будет обычно мне кажется если кедр и кедр очень очень спокойно и на каждый день мне кажется вообще идеально и мужчине и женщине следующий аромат у меня пошли какие-то популярные ароматы это пустынный призрак мохава гост здесь я говорю обычно про этот аромат что он фруктово-цветочный потому что составе сападила фрукты и такие цветы как магнолия и фиалка приятный аромат тоже такой наверно классно на весну его ну да читала про этот аромат что он класса на свидание я кстати при знакомстве с бореда выбирала между ним и как раз цыганской водой мне кажется тебе не подойдет он мне как бы и не подошел в общем тоже классный аромат на втором месте по популярности смотрим кому попадется первая да выкачу без названия байреда анны это лимитированная серия она как-то выходила потом надолго пропала потом 5 выходила и сейчас опять пропала если где-то найдете берите он очень-очень крутой для меня это как джин такой с перчиком и немножко цветов для меня это почему-то он ближе к мохава гост и к цыганской воде что-то такой микс из них наверно для меня это самый свежий аромат некие байреда классно звучит как на женской так и на мужской кожи прям такое что называется аромат на двоих немножко за счет джин и немножко огуречник да 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 следующий ух продолжаем подборку не очень известных ароматов от байреда это 11 час лаванд ауэ здесь перец слива инжир он тоже не очень обычный я бы сказал необычным кстати он больше всех нравится все линейки байреда за счет перчика у него такая островатая нотка и он прям очень крутой присмотритесь к нему забыла да не в стиле байреда он вообще не в стиле байреда но если почитать историю этого бренда да и вообще сам создатель он с какими индийскими корнями и получается он всю жизнь там ну родился уже в швеции и вся вот эта линейка это от шведского минимализма до такой индийской эмоциональности да поэтому некоторые ароматы прям выбиваются кажется ой это что байреда необычненько следующее это байреда библиотек библиотека такой кожано-фруктовый кожа и слива и персик мы даже писали нашу telegram канале что это как будто библиотеки в такой старинные кожаные кресла букет цветов фруктовая тарелка к домашняя библиотека да и книжки такие старенькие пыльники да необычный тоже аромат следующий что же это такое это slow dance что можно про него сказать составе ваниль апанакс и коньяк подзабыла ну он ванильный такой коньячный немножко смоленистый такой да тоже кстати выбивается убежал он очень выбивается он как будто бы такой просто очень да тяжело даже писать если честно ну тоже кстати необычный раньше в нем чувствовал очень сильно почули а сейчас почему-то нет видимо погода друг да сейчас он даже более приятных надо такое похож на шведский минимализм как-то вообще смотришь одинаковые крышки уже не знаю что брать я считаю какой я брала след о номер один без слов это африканский бал что можно сказать я все время называю такой сливочно-древесный сначала цитрус и потом черная смородина ветивер он нравится стопроцентно кажется он почти у всех был в коллекции идеально для знакомства если начинает знакомство с байретто то обязательно с этого аромата для хотела сказать что он такой средней стойкости на стойкость наверное в отличие от шлейф хороший да следующий так 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 сбилось нет ой 1996 аромат который ассоциировался у нас долгое время с ароматом магазине массива дути пока они не сменили они сменили аромат да сейчас вообще сейчас они и закрылись здесь интересный состав тоже такой если честно если говорить о шведском минимализме не похожий амбра пачули ягоды можжевельника классный аромат если честно такое тяжелый если честно а большие что что называется амбровый аромат такой восточно-древесный теплый очень теплый мне кажется он больше конечно холодное время однозначно сейчас он наверно очень тяжелый будет но на мужской на женской кожи звучит красиво есть фанаты этого аромата те кто прям любят его то лифе там помягче было чуть-чуть так страшно брать если честно не известность следующий тоже популярный аромат но мне кажется уже такой немножко подзабытый это пальп такой мякоть здесь аромат про инжир не про лист инжира про саму вот это вот такой плод мякоть даже немножко вот такую фруктовой тарелкой здесь инжир черная смородина и яблоко основные ноты но для меня почему-то когда его наношу ассоциации с перчик со свежим перцем зеленый может если честно мое знакомство с этим ароматом было ужасным и я могу сказать что это мой самый нелюбимый аромат вообще все линейки байредо я вообще не понимаю и я помню как я у меня был этот фирменный пробник я нанесла его честно говоря сразу хочется мне захотелось его смыть смотри свежий зеленый перец я чувствую почему-то лист инжира и для меня он какая-то не знаю но черную смородину я чисто чувствую лист для меня он абсолютно не либо перец не могу кого-то когда чистишь еще его от зерену так это там запах идет паприка ты имеешь ввиду но этот красный перец но зеленый зеленый больше зеленый хотя и не одинаково для меня этот аромат просто так следующий аромат это лил флер по моему он не не старый не так давно до шафрановый кожа роза шафран такие кстати классические восточные компоненты да и тут есть еще такой же в ту же сложена похожий прикольный аромат не очень избитый если вам нравится такое сочетание франтаром шафран шафран да да роза и кожа мне кажется на втором на треть втором больше даже розы пахнет роза шафрана на хотя сказать роза с шафраном ну него либо его следующий тоже необычный это уд и мартель даже он нанесу судя по названию этот аромат удовый но с такими необычными дополнительными нотками это ладан и лимончелло вообще сейчас на не люблю лимончелло один раз пробовала и он такой я обожаю лимончелло это мой самый любимый вообще напиток кстати кто-то помню из клиентов говорил что он пахнет мазью которые натирают лыжи ну кстати я не чувствую здесь лимончелло вообще такая лимонная для меня он какой-то горьковато сухой да ну вот вот хорошо чувствуется ну мне кажется наоборот тут такой мягкий очень ладан тоже чуть-чуть чуть-чуть совсем так всего в меру и так все красиво я бы сказал вообще не сладкий горьковато сухой и на мужчине просто вау лаконичный такой прямо древесный спокойный до последний сакора тут он прям аристократичный какой-то да так у меня следующий как раз black шафран здесь тоже шафран но шафран не чувствуется на составе еще есть малина и кожа и как раз здесь эти ноты так социальнируют ближе к тусканской коже классный аромат честно не знаю почему вот так мало если честно берут то что он такой больше под определенную погоду ну да я наверное такой дождливая осень может быть начало весны лучше вообще зима если вам нравятся кожаные ароматы кожи обычно кстати часто бывает с малиной многих брендов просто повторяю мне нравится следующее это ля тюлип весна во флаконе аромат свежих тюльпанов здесь еще немножко таких зеленых нот и фрезия и фрезия мне кажется какой-то такой еще глоток свежести дает как раз да прям какой-то даже немножко не кажется какой-то в днисто зеленый есть мне кажется так у всех дома пахнет 8 марта да когда учитель баллов тюльпана свежесрезанные вот эти букеты они просто классные просто аромат весна ну такой правда сезонный хочется только короткий до небольшой промежуток весны и все дальше вам мне кажется не хочется ну да либо надо очень сильно любить цветочный аромат так что же дальше ой как мне сегодня повезло новинка новинка de los santos кстати было написано о том что он похож на сандал 33 насколько я помню по отзывам да но по факту вообще не похож по факту это мнение разделились по факту не если честно он еще раз я скажу немножечко напоминает mixed emotions в чем-то мне кажется какой-то чай еще по-другому пахнет да мне первое ощущение на коже были что похож на у факте в студии автопортрет что-то такое с карандашами с деревом связаны сейчас даже тяжело сказать какой-то немножко дымный пахнет чаинками черный чая да 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 чудо не вот такой пыльный еще наш когда в этом в железной банке когда чай это да да причем я бы уже даже описала это как использованные чинки когда остаются в кружке носки влажные но самого чая у самой жидкости уже нет очень необычных очень необычные но крутой до крутой сандал 33 и вообще не похож вообще-то как будто бы что-то как mixed emotions но помягче что-то меня зеркалой раз mix emotion где поле вытащить сладкие матки да прикольный очень-очень классно последний чайный минуты он mixed emotions чайный для меня он ближе по звучанию к вильгельму диаполе но здесь вместо бергамота такой чай с черной смородиной я буду так когда вообще мы пробовали этот аромат первый раз у нас есть видео на канале мы там что только не говорили и резиной и резиновой женщины и какими-то таблетками нам пахло чем очень лицами многосторонний аромат где поле больше про черный чай а тут больше про какой-то такой травяной зеленый мне кажется еще легче хотелось бы сказать что многие наверное сейчас находится в поисках аромата open sky потому что по клиентам все спрашивают много open sky да ну как мы поняли это был лимитирован аромат он продавался совсем небольшой промежуток времени его просто мне кажется моментально раскупили да его уже давно нет в наличии что хочется про него сказать может быть если вы не пробовали так пару слов там идет конопля конопля помелла и полосанта и полосанта да отзывы тоже разнились на ком-то открывался прям как конопля конопля кто-то вообще ничего не слышал кроме помелла аромат интересный может быть когда нибудь снова появится ну вот как без названия то появляется то исчезает может быть и с этим также будет может быть там скорее всего какие-то использованные ингредиенты которые сезонные и редко бывают мне кажется мне кажется уже будет прошло может больше ну да в общем обязательно напишите свое мнение об ароматах байреда напишите какой ваш самый любимый мне кажется у каждого есть один какой-нибудь может даже больше ароматов с байреда какой самый нелюбимый вот себя какой самый любимый у меня палп у каждого есть у меня нет вот я выбиваюсь вдруг у вас есть и любимый и нелюбимый одновременно вот у меня так есть у меня есть любовь и есть совсем ненависть если бы у меня был у меня был бы одиннадцатый час любимый да в коллекции был бы а самый нелюбимый у нас который меньше всех просто нравится даже не знаю мне кажется не знаю как тяжело то ну это пока скажи пока подумаю надеемся что это видео было для вас полезно как ушло ладно расскажу вам еще немножко про бренд байреда что еще вот это какой нелюбимый так палп а палп то точно не пускай будет инфо рассоединение было мы теперь надеемся что это видео было для вас полезным вы получили расширенную информацию до быстренькую экскурсию по бренду байреда что взять что стоит попробовать о чем стоит забыть по каким-то описаниям что увидимся в следующем видео пока пока